Профилактика преступлений, совершаемых подростками, является одним из направлений работы правоохранительных структур. Данные свидетельствуют о том, что подрастающее поколение не всегда может отличить хорошие поступки от плохих, сулящих серьезные наказания. Суть острой проблемы была рассмотрена сегодня на совместном заседании областной прокуратуры и Акимата. Стороны обсудили эффективные моменты защиты несовершеннолетних и профилактики правонарушений с их участием, предложили пути решения. Сколько бы ни говорилось, что безопасность детей в центре внимания, факты кибербуллинга, жестокого обращения, насилия, самоубийства все же имеют место быть. Об этом свидетельствуют данные. Так как же все-таки обезопасить сегодняшнюю молодежь? Этим вопросом в ходе совместного заседания областного Акимата и прокуратуры региона задавался Аким Ирбол Карашукеев. Что касается работы, которая проводится в отношении несовершеннолетних и с их родителями, то она фиксируется лишь на бумаге. У нас нет специальной медицинской социальной базы по учету оказываемых услуг. И в этой связи Управлению образования совместно с ответственными государственными органами, поручая до начала нового учебного года, разработать предложение по внедрению специальной базы. Сейчас по области на учете состоят 245 несовершеннолетних детей из неблагополучных семей. Показатель неутешительный. По словам специалистов, такая ситуация складывается в результате неучтенных проблем в школах, неисполнения протоколов комиссий, формальных решений на бумаге, а не на деле, считают ответственные специалисты. Одной из причин неэффективности профилактических работ является отсутствие инспекторов в школах. Региональный инспектор, который отвечает за несколько школ, не успевает уследить за ситуацией. Работа территориальных комиссий носит формальный характер. Проводят с ними работы, которые не приносят предполагаемого результата в профилактике правонарушений. Участие в воспитании современного поколения – одна из задач, которой нельзя пренебрегать. Необходимо объединить усилия и принять меры, чтобы избежать сложных ситуаций. При этом важно повышать правовую грамотность, увеличивать контент, пропагандирующий ценности семьи. Аким области отметил, что необходимо взять на контроль учреждения образования. Он также обратил внимание на роль школьных психологов. Директор руководящей школы должен, как никто другой, знать о проблемах. Если не встречаться с этими людьми, как можно узнать о проблемах? Поэтому проводите встречи с ними. Нужно выслушать имеющиеся проблемы и найти пути их решений. Если это проблема районного масштаба, доводите до руководства района. Если областного уровня, то говорите нам. Мы готовы обсудить их. Нужно обсудить вопрос установления и подключения камер видеонаблюдения в интернетах области к Центру оперативного управления областного департамента полиции. По итогам совещания стороны внесли ряд предложений и договорились работать по ним совместно. Риналь Рахматуллин, Галамжан Исинбаев, Айконакпарад.